Привет всем любителям активного отдыха зимой! Обращаюсь именно в таком расширенном формате, потому что сейчас мы будем говорить о перчатках и варежках Дакайн, которые, в общем-то, не ограничиваются одним лишь катанием на сноуборде или горных лыжах, а могут быть использованы в любых активностях на улице зимой, там, будь то катание на санках, на лыжах, на коньках, играть в снежки, да что угодно. В общем, поехали, рассказ про перчатки и варежки Дакайн. На самом деле, наверное, давно было уже нужно сделать это видео, потому что, собственно, магазин Squat, который является дистрибьютором продукции Дакайн, очень давно представляет, естественно, всю эту продукцию в достаточно широком ассортименте в своих магазинах. Поэтому решили восполнить эту пустоту. Рассказываю про перчатки. Еще, наверное, лет 5-6 назад, может быть, чуть меньше, существовала градация перчаток и варежек Дакайн по трем категориям. Это были категории Highline, Method и Global. Highline представлял из себя самые технологичные продукции, самые навороченные, самые дорогие образцы, самых передовых материалов, с самыми крутыми мембранами. серия Method, в общем-то, была тоже достаточно технологичная, и перчатки тоже были недешевые, но это была уже такая серия, так скажем, более молодежная. В основном все модели были короткие под рукав, то есть такой для более юной аудитории, но при этом все равно технологичные. И серия Global представляла собой такую, как скажем, массовую, наверное, самую массовую линейку, в которую входили тоже как и технологичные модели, так и модели попроще. И, в общем-то, это была линейка, где сочетание цена-качество было наиболее, наверное, интересным. На данный момент все эти линейки, так скажем, смешались, уже нет такого разделения на эти три вида, но хотя на самом деле они присутствуют, то есть все те же модели, вся та же градация примерно осталась, просто Дакайн перестал разделять их, потому что, ну, собственно, какой в этом смысл. Но разделяют их теперь немножко по другим принципам, точнее не разделяют, а подбирают для вас, для покупателей. Сейчас как раз про эти принципы и поговорим. Откуда берется цена, откуда берутся те или иные модели, для чего они. В общем, начнем мы с самых топовых моделей. К сожалению, у меня вот здесь нет образца самой топовой варежки. Эта модель называется Diablo, но мы найдем для вас картинки и вставим в это видео. Как вы поймете, да, что эта варежка, в общем-то, три в одном, где вы можете видеть и внешне, это гортекс трехслойный мембрана, внутренняя варежка сделана из прямоловта, причем эта варежка может служить как отдельная вещь. Ее можно носить в какую-то холодную погоду. И еще третий внутренник – это тоненькая перчатка, которая дополняет, так скажем, еще один слой делает, и чуть-чуть вам будет теплее. Сразу давайте скажу, что эти, конечно же, варежки Diablo самые, наверное, теплые. У Дакайна есть своя линейка градации индексов тепла. Она расположена на картоночке, да, вот на каждой паре. И с наружной стороны вы увидите эти цифры от одного до пяти. Ну, собственно, например, это все, естественно, очень условно, потому что некоторые варежки, вот типа того же Diablo, я бы даже дал, наверное, какую-нибудь цифру шесть, а не пять, потому что если сравнивать с некоторыми моделями, у которых написано тоже пятерка, да, вот, например, вот эта варежка пятерка, здесь просто шерстяная подкладка, достаточно толстый наполнитель, но она по сравнению с Diablo все равно будет тоньше. И хотя и здесь, и там индекс 5 стоит, я бы, например, Diablo дал индекс поэтому 6, а не 5. И есть еще несколько моделей с такими же показателями. Вот, например, это Continental, модель этого и прошлого сезонов. Вот, что она из себя представляет. То есть это тоже, получается, внешняя варежка с мембраной. Это есть какая-то трикотажная подкладка, она тонкая. А внутренняя варежка тоже представляет из собой такую достаточно теплую из материала Primaloft, которая на лейблах все это написано. Я бы такой варежке тоже бы дал номер 6, наверное, или 5 с половиной, потому что, ну, она, скорее всего, реально теплее, потому что тут, во-первых, присутствуют слои, а во-вторых, присутствует достаточно толстый вот этот внутренник из Primaloft, который реально даст очень такое высокое тепло. Цена, цена, например, варежки Diablo, вот я посмотрю, 23 тысячи рублей, это розничная цена, да? Как вам цена? Вот этот Continental стоит, ну, прилично дешевле, 15800 в этом году он стоит. Из чего складывается такая высокая цена? Она складывается, конечно же, из материалов. То есть здесь мембрана Gore-Tex, это одна из самых дорогих мембран на рынке. Здесь утеплитель Primaloft, который, ну, в общем, тоже такой солидный бренд. Здесь ткань Scholler, да? Это какая-то швейцарская фирма, которая делает такие плотные и прочные покрытия. Сама варежка сделана кожаной, да, то есть полностью кожаная ладонь, кожаная тыльная часть. При этом, что касается вообще продукции Докайн, очень грамотно сделана конструкция, то есть рука в расслабленном состоянии не прямая, да, как, а чуть-чуть согнутая. И поэтому все перчатки и варежки Докайн имеют такую же слегка согнутую уже конструкцию, то есть чтобы вам было в них комфортно. Все хорошие бренды делают таким образом, чтобы было именно удобно. И плюс очень много всяких мелких панелей, да, для удобства. То есть из всего вот этого складывается достаточно высокая цена. Плюс тут проклеены все швы. И что касается мембраны. Мембрана в продукции Докайн, это специальная... Это еще одна перчатка, да, мембранная, которая вшита между другими слоями. То есть как можно сделать мембранную варежку? Можно взять ткань с мембраной накатанной, вырезать из нее поликалом детальки, сшить, и вот будет как бы перчатка или варежка с мембраной, но при этом все швы будут... Ну, их нельзя проклеить, да, то есть понятно, что на всяких сгибах эти швы, их не проклеишь вообще никак, очень тяжело. И все эти швы будут течь, потому что мембрана, это просто на ткань накатана. В продукции же Докайн сделана специальная такая внутренник, да, вклад, вкладыш, который вшивается там в пальцы, пристрачивается, поэтому он течь вообще никак не будет, и это тоже, соответственно, технология стоит дороже, чем ты просто сошьешь из ткани с мембраной. И, ну, отсюда и цена, да, то есть вы поняли, что цена, высокая цена на продукцию Докайн складывается из многих-многих факторов, которые делают ваше катание удобнее. Ну, естественно, дальше по линейке цена будет снижаться, и мы вам покажем какую-то разницу между разными вариантами. То есть вот, например, следующая варежка тоже достаточно дорогая, это Excursion вариант Pro-модель Louis Faraday. Excursion у нас стоит 12,290. То есть тут уже нету, как в предыдущей модели Continental, дополнительного внутренника. Здесь просто достаточно толстый утеплитель Primaloft, опять же, и подкладка здесь шерстяная, что делает, в общем-то, эту модель достаточно теплой. И плюс мембраны Gortex. Я вот, например, могу сказать лично, вот неделю назад в Приисковом катался, в таких варежках, и совершенно себя прекрасно чувствовал, в минус 21 градус никаких проблем с руками не было. И мембрана просто Gortex великолепно работает, даже если попадает внутрь снег там при каких-то телодвижениях, он потом тает и мембрана его выпаривает, очень отлично все работает. У меня здесь не все модели представлены, конечно же, я какие-то такие более интересные привез. То есть это вот касается... Вот такие варежки с большими, с длинными рукавами, манжетами, они, естественно, нужны для катания во фрирайде, когда у вас глубокий снег, пушистый, он залезает куда-то под рукава вам, и здесь утяжки, которые закрывают все щели, и в таких варежках максимально комфортно находиться именно в пухлом снегу, и, соответственно, все эти утяжки, они перекрывают выход тепла наружу. Далее, скорее всего, у нас пойдет как раз серия, то, что раньше называлось метод, да, это вот такие вот перчатки-варежки с укороченным рукавом, с укороченным манжетом, надеваются они, носятся они под рукав куртки. Такие, в общем-то, тоже достаточно удобные, во-первых, тем, что они полегче весят, чем такие здоровые, но, сами понимаете, в этом случае у вас будет возникать какие-то проблемы, так скажем. Ну, если будут, то снег будет попадать в рукав. То же самое, да, здесь присутствуют технологии гортекс, прямоловт-утеплитель. Вот есть, например, полностью кожаные модели. Кстати, давайте, подождите, я сейчас вам расскажу о структуре, каким образом вообще перчатки и варежки Дакай структурированы, и как, наверное, вам легче выбрать. То есть, для начала вы, конечно, выбираете, да, там вам нужны перчатки, либо варежки. Второй выбор для вас – это, ну, вот, именно, наверное, по габаритам, да, по размерам, какие вам нужны на рукав, под рукав. Далее вопрос такой – кожа или не кожа? Такой вопрос, в общем-то, многим, наверное, не особо нужен, никто не заморачивается, просто вот, может быть, по дизайну понравились, купил. Но среди нас есть и веганы, которых тоже нужно учитывать, поэтому есть весьма технологичные перчатки, опять же, с гортексом и с утеплителем. Они сделаны полностью из полиэстера, ладонь у них армированная резина, то есть здесь нету кожи совершенно, то есть, поэтому вы для себя можете выбрать, вам нужна кожаная модель или некожаная. Следующий критерий – это мембрана, то есть гортекс. Естественно, гортекс – это будет влиять на цену перчаток или варишек, и материал, кожа или не кожа, тоже будет влиять на цену, поэтому, в общем-то, из-за этого зависит и ваш выбор. Значит, мембрана – гортекс или не гортекс? У дакайна есть второй вариант мембраны, называется она ДК-драй. Вот тут, например, на картоночке опять же будет написано, либо, ну, гортекс вы сразу увидите по такому отдельному тегу, но на картонке всегда будет написано, какая мембрана, из чего она, из какого бренда. Здесь это мембрана ДК-драй. Она по техническим характеристикам, конечно, проще, чем гортекс, однако она вполне себе хорошо работает. Я думаю, что это порядка, там, 10 на 10 мембрана, и это беспоровая мембрана, то есть, ну, в общем, она работает хорошо для варишек, для перчаток, это вполне актуально, как все это будет работать. Есть варианты вообще без мембраны, да, то есть, вот, вообще нет мембраны. Зачем нужны перчатки для без мембран? Ну, во-первых, у них есть пропитка, из-за которой влага, так скажем, скатывается, но эта пропитка со временем уходит. Сноубордистам прямо вот обязательно иметь, скорее всего, варежки и перчатки с мембраной, потому что сноубордисты, они любят трогать снег, там, ну, это, так скажем, физиологически, да, вы катаетесь, вы постоянно, там, либо, может быть, падаете, либо придержитесь где-то за снег, то есть, снег вы руками трогаете. Горнолыжники, они не трогают снег руками просто по той причине, что у них в руках палки. Соответственно, скорее всего, горнолыжнику, возможно, нужна будет модель без мембраны. В такой модели, естественно, рука лучше дышит, но при этом надо учитывать тогда, что вам нельзя падать, вам нельзя, там, копаться, ковыряться в глубоком снегу. Ну, на самом деле, очень много народу катаются просто по трассам курортов и совершенно не падают. Им возможно, что даже мембранные перчатки, варежки не нужны. Ну и, естественно, еще один критерий отбора – это утеплитель. То есть, мы видели уже с вами толстые такие жирные варежки с шерстью и даже с дополнительными внутренниками. А есть тоненькие перчаточки, на которых тоже нет мембраны. Это вот, кстати, модель Crossfire, она очень популярна. Ну, как мы говорим, это пайповая перчатка, да, то есть она просто защищает руки от, там, корябанья, а снег и слегка, ну, и слегка, конечно же, от ветра и от холода. Но она промокает. Ну, пока новое, конечно, покрытие не даст быстро промокать, но со временем будет промокать. Ну, тут зато цена очень низкая. Если вы катаетесь весной, когда тепло и когда, в общем-то, буквально бывает, что даже так тепло, что влажные перчатки высыхают просто на руках. Поэтому такая модель именно для такой теплой погоды. Это что касается, в общем, критерий отбора. То есть, вернемся дальше к перчаткам. Вот модель Phantom, полностью гортексовая перчатка и полностью кожаная перчатка. То есть, она целиком сделана из кожи. Кожа используется в Дакайн. Это кожа козы, не свиньи, не буйвола, а именно козы. Почему? Потому что кожа козы очень тонкая, нежная и мягкая. То есть, в таких перчатках будет комфортно. Если сравнивать, наверное, по, как сказать, прочности кожу козы или свиньи, или буйвола, наверное, кожа козы чуть-чуть менее прочная. Но, слушайте, вы что делаете в этих варежках, перчатках? Вы в них катаетесь. Вы не идете рубить дрова, наверное. Ну, то есть, сами понимаете. В первую очередь, наверное, это все-таки комфорт для ваших рук. Есть вот такие вот интересные модели. Не перчатки, не варежки. Три. Три Гермит называется. Вот это, кстати, модель мужская. Интересный цвет, мужская модель. Но расскажу про этот цвет. Эта модель сделана специально для того, чтобы часть денег от продажи вот этой модели уходила в ассоциацию борьбы с раком груди у женщин. То есть, это очень достаточно популярная тема у Дакайна. Вы можете, наверное, встретить и специальные расцветки чехлов и рюкзаков, на которых будет вот такой вот B4BC логотипчик. Это означает, что часть продаж, часть денег от продажи таких моделей будет уходить в этот фонд борьбы с раком женской груди. То есть, в общем-то, парни взялись за грудь, заплати что-нибудь. Есть вот такая вот тонкая перчатка, при этом она с гортексом. Эта модель называется Impreza. Она тоже достаточно бюджетная. Сейчас скажу, сколько она стоит. Стоит она всего лишь 6 тысяч рублей. То есть, это гортексовая перчатка, тоненькая, на достаточно теплую погоду. Здесь на ладони есть силикон, то есть, ладонь сделана из искусственной замши. Таким силиконовым рисунком, чтобы можно было хвататься за доску, грэп делать, палки опять же в такой держатся хорошо. У этой перчатки есть на пальцах специальные накладочки для возможности управлять тачскрином вашего телефона. Вам не надо больше носом отвечать на звонки. Дакайн работает прямо в перчатках. Например, в этой модели есть еще одна интересная технология, которую использует Дакайн. Это называется горгрип. Гор от гортекс. Грип от слова цепляться, держаться. Объясняю, что это такое. Что представляет собой тот сэндвич, из которого сделана перчатка. То есть, внешняя ткань потом идет утеплитель, потом идет вкладыш мембраны, потом подкладка. То есть, это уже 4 слоя. Даже тоненькая перчатка имеет, ну, если она утеплена и есть мембрана, она уже имеет 4 этих слоя. Эти слои между собой никак не скреплены. Поэтому, например, если вы возьмете еще какой-нибудь более толстый вариант перчатки, варежки, где-то слои еще более толстые, и будете пытаться сделать греб или вообще что-то брать, то эти слои между собой не держатся, скользят и могут, ну, так скажем, схватить что-то. Ну, просто давайте говорить про греб. Будет достаточно проблематично, потому что эти слои между собой скользят. Горгриб это что-то похожее на скотч, но не скотч. То есть, это липкая лента, слои к ней прилипают, то есть, внутри перчатки, особенно в районе ладони, проклеена вот эти вот, эта лента, когда вы пытаетесь там захватить греб доску, да, или что-то берете, когда схватываете в этот момент слои, сжимаются между собой, и эта лента скрепляет эти слои, они никуда не двигаются, то есть, вот, движение между слоями практически отсутствует. При этом, это, она не навсегда залипает, как скотч, она потом отпускает эти слои, и перчатка остается такой же, так скажем, свободной. Это вот одна из технологий. Не везде она применена, не во всех моделях, но если вы захотите узнать, где она применяется, Гортекс использует такую желтенькую ленточку, на которой написано горгрип, да, или вот еще она желтенькая. Какие еще используются ленточки у Гортекса, есть красная и есть голубая. Это на самом деле отличие только в каких-то технологических характеристиках, самой мембраны. То есть мембрана может быть чуть лучше дышит или чуть больше сохраняет тепло, то есть вот Гортекс на голубенькой ленточке написано гор плюс ворм, то есть она еще дополнительно сохраняет тепло внутри. То есть вот недаром, да, я говорю, что вот такая варежка может называться не пятерочкой, а там пять с половиной или даже шесть, потому что здесь сделаны все материалы, использованные для сохранения тепла. Внутри актив с красной ленточкой это для более активного выпаривания влаги наружу для тех людей, которые активно двигаются. Есть вот такая интересная моделька, эта варежка уникальная, она предназначена для операторов, для тех, кто нажимает кнопочку на видеокамере или фотоаппарате. Здесь есть молния, она влагозащитная, то есть так просто туда влага не попадает, хотя, естественно, молния не на сто процентов защищает от влаги. Есть внутренник, такой вкладыш, тоненькая перчатка, тоже на пальчиках у нее накладочки, чтобы можно было управлять телефоном, то есть, в принципе, если вы, например, на морозе что-то снимаете, вы можете надеть тонкую перчатку, сверху надеваете вот эту варежку и расстегиваете молнию, снимаете, в общем-то, эта модель сделана именно для таких целей. Здесь, кстати, вот нету лиша, а вообще у практически всех перчаток варежек Дакайн есть вот такой лиш, который вы вешаете на руку и снимаете варежку, перчатку, просто бросаете, она висит у вас на запястье. Вот здесь вот в этой модели нет такого лиша, но поэтому в общем-то как раз здесь будет удобнее расстегнуть молнию и сделать что-то пальчиками, не снимая варежку. Ну, как я говорил, да, есть модели и более бюджетные, это, например, безмембранные перчатки, это Crossfire, Crossfire у нас стоит 3640, это модель Pinto, такая она с кожаной ладонью, чуть более утеплена по сравнению с Crossfire, тоже здесь нет мембраны, стоит она 4950, но вот разница из-за чего, да, из-за того, что здесь кожаная ладонь и утеплитель какой-то, соответственно, она стоит, ну, практически на 1000 рублей дороже. Все вот эти модели, это скорее модели как раз вот из первых двух серий, о которых я говорил, да, это хайлайн и метод, ну, давайте еще скажу про, например, цену очень популярной модели Bronco, это одна из старейших моделей, Bronco, это гортексовая перчатка полностью из полиэстеровых материалов, стоит она 6840, а вот модель, ну, примерно такого же уровня класса, называется она Phantom, ну, хотя это чуть-чуть потеплее, четверочка, Phantom троечка, но Phantom это полностью кожаная модель, и стоит она 6, а нет, стоит она 10,390, да, то есть, вот, 6,840, ну, 7, и 10,390, 10, то есть, разница в 3000, именно из-за того, что это просто полностью кожаная модель, и здесь утеплитель Primaloft, здесь тоже Gore-Tex, но модель не кожаная синтетическая, и утеплитель здесь не Primaloft, хотя, естественно, он похож по строению на Primaloft, но Primaloft это больше такой, более премиумный материал. Теперь давайте остановимся на той серии, которая раньше называлась Global, это самая широкая, самая продаваемая серия перчаток и варежек Dacain, потому что сочетание цены и качества у этих моделей наиболее интересны для большинства людей. Начнем с модели, которая называется Leather Titan Gore-Tex. То есть Titan это очень популярная перчатка-варежка, есть модель как и перчатка, так и варежка, есть еще укороченная перчатка, чтобы под рукав носить. Leather Titan есть просто титан, отличается вы поняли словом Leather, у Leather кожаная ладонь. Чем интересна эта перчатка? У нее достаточно теплая конструкция, имеет индекс пятерочка, за счет достаточно толстого утеплителя, есть еще перчатка в комплекте вторая, которая может еще лучше утеплить руку. Это тонкая перчатка, ее тоже можно использовать просто в повседневной жизни, можно, например, залезать в холодную машину, вот вы садитесь с утра зимой машину, у вас руль холодный, вы надеваете эту перчатку, у нее есть силиконовый принт на ладони, и вам удобно будет крутить руль, он не будет выскальзывать, и опять же есть накладочки для управления тачскрином. Есть еще здесь вот такая молния, карманчик, куда вставляется хит-покет, так называемый, туда вставляется грелка, вот, ну, вы все видели, наверное, в спортмастере продают такие грелочки маленькие, ломаешь, они нагреваются, вот туда вот она вставляется, еще дополнительный нагрев можно получить. Вот два варианта, да, перчатка или варежка с кожаной ладонью, или это ладонь из армированной резины. Разница в цене, сейчас смотрю, титан, лезер титан стоит 7,760, обычный титан стоит 6,900, то есть, ну, практически тысяча рублей разница только вот в ладони, да, кожа или не кожа. И это мембрана, это мембрана гортекс, напомню, это более высокая технологичная мембрана. Следующая модель, на которой остановлюсь, это называется скаут, то же самое, та же самая разница, скаут лезер, скаут обычный. Разница в ладони, кожаная, не кожаная. Здесь индекс тоже пятерочка, но мембрана ДК-драй, то есть, это мембрана попроще, чем здесь. Все те же моменты, то есть, есть внутренняя перчатка дополнительная, здесь, к сожалению, уже нет кармашка для нагревательного элемента. Разница в цене. Скаут, лезер скаут стоит 5,990, а обычный скаут 4,980. тоже практически тысяча рублей разница, просто за кожаную ладонь. Выбирать кожаную или не кожаную, это решать вам. Следующая модель называется Фронтьер. Фронтьер, это самая дешевая перчатка с Гортексом, у Дакайна, стоит она 6,300. 6,300, Титан, напомню, Гортекс стоит 6,900. Да, здесь уже нет внутренние дополнительные перчатки и индекс тепла у этой модели четверочка. Следующая модель Nova. Nova это модель из мембраны ДК-Драй. Здесь уже, да, здесь нет гортексовой мембраны, перчатки очень похожи, внутренника нет, но здесь кожаная ладошка. Nova у нас стоит 4,600. То есть, это самая дешевая перчатка в линейке утепленная, с мембраной, с кожаной ладошкой и, в общем, подходит для катания на сноуборде. Самая дешевая перчатка в линейке называется Talon. Цена перчатки Talon 3,490. Здесь нет мембраны, здесь просто утепленная, хорошо утепленная перчатка или варежка с индексом 4. Мембраны нет, соответственно, она подходит, ну, может быть, для просто прогулок по улицам, либо для лыжников, ну, либо для сноубордистов, которые не падают. То есть, вы всегда имеете в виду, что, когда вы покупаете перчатки или варежки, мембрана должна быть у того, кто копается в снегу, да, у кого есть соприкосновения со снегом, с влагой и так далее. То есть, просто покататься на коньках, перчаток вполне хватит. Теперь остановимся на некоторых специальных моделях. Вот есть, например, модель называется блокейт. Это тонкая модель, тонкая перчатка. Мембрана у нее гор инфиниум. Это мембрана не про влагоустойчивость, это винд стоппер. То есть, в этих перчатках вам будет комфортно в какой-то такой более-менее теплую погоду, да, у нее индекс двушечка стоит, но при этом она будет защищать от ветра. В таких перчатках они тонкие, можно, не знаю, заниматься бегом на кросс-кантри лыжах или, не знаю, на велосипеде покататься зимой. То есть, здесь есть как раз на пальце такой гриб для тормоза. Еще к специальным перчаткам можно отнести всякие такие тоненькие вкладыши, которые у Докайна есть в нескольких моделях потолще, потоньше, вот с таким силиконовым принтом на ладошке, чтобы лучше что-то цеплялось, да, что-то брать. Руль в машине очень удобно. Вот у меня прям сажусь в холодную машину с утра, пока не прогрелась, еду и в этих перчатках совершенно комфортно себя чувствую. Такие же тоненькие перчатки дополнительного вкладыша. Есть потоньше, потоньше, еще раз напоминаю. Теперь про перчатки и варежки с защитой. Есть модель, называется Rise Guard Glove, что из себя представляет защита. Здесь две пластины, которые вставлены в районе запястья, да, вот она вот здесь, одна пластина, она такая изогнутая сюда на ладонь. Вторая пластина прямая, находится с верхней стороны, и вы просто затягиваете сверху эти две пластины ремнем с липучкой, и они держат, ну, вот это убирают вот это шевеление при нагрузке. Если вы падаете, да, падаете на склон, у вас есть возможность повредить себе запястье. Здесь эта возможность снижена из-за того, что это пластина, да, не дают вам, они демпфируют и не дают резкому, не дают резким ударом повредить ваше запястье. Здесь еще на ладошке снизу есть такая мягенькая тоже вставочка, которая будет защищать от ударов. Есть еще один вариант защиты у Дакайна. Это отдельно защита запястья. Называется просто райсгард. Цену, говорю, да, скажу цену, перчатки со встроенной защитой стоят 5,990. Просто защита отдельная стоит 2000 рублей. она работает? Ну, по сути, это то же самое. Вы берете защиту, как на роликовую она похожа. Здесь одна пластина на ладони. Также вы затягиваете лентой. И вот эта пластина не дает повредиться вашему запястью. И, соответственно, вы берете дальше вашу перчатку или варежку и надеваете уже с этой защитой. В общем, учитывайте то, что если вы захотите использовать вот такую защиту, она более надежная. То есть, здесь у меня рука зафиксирована лучше, чем в варианте внутри, когда расположена. Но в этом случае вам нужно покупать саму внешнюю перчатку. Но, кстати, в варежку лучше влезает. Поэтому, возможно, что под защиту лучше использовать варежки, а не перчатки. Ну, в общем, на размер побольше, скорее всего, придется вам купить перчатку. Но вот в варежку она хорошо влезла. В общем-то, работает. Эта защита чуть получше. Очень, кстати, бюджетный вариант. То есть, если вы сравните цену вот этих, от этой модели или дополнительной внутреннего вкладыша, то и с какими-то другими защитными специальными перчатками других брендов вы удивитесь, что Дакань стоит очень недорого. Это все были мужские модели. Женские имеют, ну, в общем-то, такую же градацию, только другие у них названия. Там, по цене с мужскими они одинаковые. то есть, если аналог, например, какой-нибудь Лезер Скаут женский, называется он Камино Лезер, и он будет стоить столько же, сколько мужская модель. То есть, в общем-то, девочкам их смысл нет показывать. Просто приходите в магазин Сквод, просто смотрите на те цвета модели, что у нас есть. Как выбрать, какие вопросы задать себе и продавцу при выборе перчаток, я вам рассказал. Примерно цены вам тоже рассказал. Не падайте, не ломайте руки. Снег сейчас выпадет, идет снег. Завтра обещают Москве снег, но где-то он уже и в навалом. Катайтесь и удачи вам в новом году. в новом году.